Всем привет, с вами я, Мануэль. Сегодня мы поиграем в короткометражную модификацию Борьба за выживание Пролог. Модификация является прологом, ну, это понятно из названия. Давайте прочтём просто описание. Короткометражная модификация, являющаяся прологом к моду Борьба за выживание и рассказывающая предысторию того, как всё начиналось. Главный герой-сталкер по прозвищу Ганс, присоединившись к группе сталкеров, хочет выброса из зоны, но планы резко меняются. Начнём же новую игру и посмотрим, что нас ждёт в этой прекрасной предыстории. Но сначала приветы, которые получают Никита Шутов, Паша Савельев и Кирилл Никифоров. Если ты хочешь получить от меня привет в следующем видео, то переходи в мою группу в ВК, ссылка на которую есть в описании, и делай репост этого видоса. Победители определяются рандомно. Скажу честно, модификацию Борьба за выживание я не играл, и я даже не знаю, что это замот, что он из себя представляет. Привет, брат! Здорово! Дед какой-то пришёл. Будет нас... Типа, вставай. Очухался, наконец. Я уж думал, ты не проснёшься больше. Ну как самочувствие? Голова не болит? Побаливает. Что... Что-то случилось? Когда мы шли сюда, то нарвались на контролёра. Зернов шёл рядом с тобой, когда тот тебя за мозги взял. Вот он и предпринял необходимые меры. Треснулся я по голове со всей дури и дотащил тебя сюда. Чёрт, не помню. Видимо, хорошо треснул. Или контролёр потрудился. Получается, что я ему теперь жизнью обязан? И где мы сейчас? Мы в Тёмной долине на бывшей базе Свободы. А потом и банды Борова. Когда-то это место зачистил сталкер Меченый. В округе сейчас не души. Тихо здесь, как на курорте. Хе-хе. Опять-хе-хе. В каждой модификации пишут хе. Ладно. Только будь осторожен. Говорят, тут теперь мистика разного рода творится. То Свободовца времён войны и группировок встретишь, то музыка какая-то заигрывает. Переночуем тут и завтра двинем дальше. Времён войны и группировок. Как будто бы это 70 лет назад было. Ну пойду тогда. Зерно поблагодарю. Всё-таки мозги мне спас. Как будешь свободен, зайди ко мне. Надо обсудить дальнейшие действия. Ну до встречи. Я даже ему до встречи не успел сказать. Ладно. Ну по снаряжению у нас всё стандартно. Как и в любом другом моде. Там от Калашникова. Слушаю тебя. Господи, что у него с лицом? Ну здравствуй. Спасибо тебе. Мне, да не за что. Как голова не болит, уже получше. Слушай, раз я тебе помог, теперь ты мне можешь помочь? Что надо? Мне нужна инфа с безопасными маршрутами. Как выходишь, слева есть постройка, а за ней антенна. Можешь снять с неё информацию? Ну пойду, посмотрю. Привет, Брэш! Да. А в какую сторону? А, всё понял. Ну пойдём, посмотрим. Господи, я ж испугался. Думал, я провалился под текстуру, но это касс-сценка. Ну, хорошо всё-таки, что над касс-сценами потрудились. Это сразу же как располагает модификации. Такое чувство, как будто профессионалы трудились. Но, по-моему, там разработчик написал, что это его первая модификация. И... Ну, посмотрим, посмотрим. Надо забраться наверх, да? Ладно. Но, я так понимаю, всё гладко не пройдёт. Я даже сохранюсь. Сейчас либо кто-то заспаунится, либо там кровосос окажется. А что ещё хуже всего, контролёр. О! Смотрите-ка, какие касс-сценки! Не хватает рук, с помощью которых он бы открыл щиток. Проверить место, откуда исходит сигнал. Какой-то сигнал. Я ничего не слышал. Он как балерина, так упал. О, карта у нас какая-то, конечно. Ладно. А куда стрелочка указывает? Антенна уловила сигнал СОС. Надо проверить место, откуда он исходит. А я не понял, откуда он исходит-то. А, всё, я вижу эту стрелочку. Она как-то сливается с мини-картой. Давай по-человечески слезем. Хотел спрыгнуть, но боюсь, что тогда я переломаю себе ноги. И уже не смогу никакой сигнал СОС проверить. Ой, нехорошие у меня предчувствия. Надо выходить за территорию базы. Ту стрелку вообще вот еле видно. Она сливается с направлением в компасе. О, третьего человека уловили. Я вижу, там действительно кто-то стоит. Лучше всего посмотреть в бинокль. Но вроде похож на сталкера. Не бандосы, самое главное. Да вроде как ещё и нейтрал. Чё он сигнал СОС-то подавал? Оружие опусти, мужик. Лысый какой-то из бразерс. Здравствуй, молодой человек. Это ты послал сигнал о помощи? А я что-то решил не помочь? Ну да. У него чё, гулины? Ну понятно, нам же сказали, всякая мистика может происходить. И я опять типа упал. Воу. Выбросы из неизвестного подземелья. Вот это поворот. Слушайте, мне это нравится на самом деле. Ну если нам предлагают ружьё, скорее всего тут будет какой-то кровосос. Кстати, я вижу, что я хочу жрать. Ах. Походим с ружьём. Кстати, а чё в нём только один патрон-то был? А, или вообще не было? А, ненавижу кровососов в таких... Вот в таких вот... узких коридорах. Надеюсь, человек тут не будет. А, ну я понял, где мы? Чё я делал тут вообще? Непонятно. То есть, это либо... Либо контролёр у меня галюны сделал. Либо у меня... Либо просто... Ну как нам сказал... Наш друг, что... Какая-то мистика на локации происходит. Может быть и такое. Да ладно, ну как так-то? Вот косой. Обыскивать их нельзя, разумеется. Ну и ладно. Всё равно короткометражный мод, да? Чё я от него требую? Ну, конечно... Дробь тратить на... Тушканов? Не знаю. Ну, ничего страшного. Так, наша цель. Выборцы из неизвестного подземелья. Я выбрался. Видимо, надо именно наруживать. Тут ещё один дробовик. То есть, это своеобразный схрон, что ли? Протекта. Ну, давайте его поставим-то вместо... Ружья. В нём побольше будет патрона. Если на меня побежит какая-то стая мутантов... Ну, ладно, чё я вам рассказываю, все из вас знают, что Протекта очень даже годный дробовик. Опять косой. Да что ты будешь делать? Слушаю тебя. Ну что, шнулся, говорить можешь? Так, говорить-то я могу, а вот мышкой шевелить нет. Ну, давай цифрами. И цифрами не могу ничего нажимать. Ну, типа пока... Всё, понял, давай. Могу. Ну, говори тогда. Что вы забыли в Тёмной долине? Почему все бегут на армейские склады? А если не скажешь, то я тебе яйца отрежу. Вы что, ничего не знаете? Скоро на радаре врубится последняя антенна. Всё накроет пси-излучением. Сталкеры будут на склады... Бегут на склады, потому что какая-то миротворческая группа объявила нам точку эвакуации. Понятно. Попрощайся с папой, мамой и прощайся с жизнью. Пошёл ты. Вот это да! Это я его типа ножом второго застрелил, а этот сдался. Вот это боевик. Экшон! А, ребята? Как вам такой экшон? Сеймся. Знание какое? Добраться до точки сбора. Она прям тут у нас. Я так понимаю... О, господи. Я так понимаю, я могу его либо пощадить, либо... Убить. Убери дрововик. Не, я не могу с ним поговорить, но... Оставить... Ну ладно, давай оставим, чё. В конце концов, убить я его всегда успею. Ничего нету. Ну ладно, точку сбора. Дорожие-то спрячь. Дорожие спрячь. В смысле, это кто такие? Здравия желаю, товарищ майор. А я майор? Что тут происходит? Вы откуда? Ползона уже накрылась излучением, и это место скоро тоже накроют. Группа эвакуации на складах уничтожена. Но нам по зарезу нужны сталкеры с целыми мозгами. Вот мы и здесь. Да, там на стройке мои друзья, мы вместе сюда пришли. Нет больше твоих друзей. Всё, пора валить отсюда. Рубец, сокрути товарища, двигаем на базу. Профессор Воронов будет рад такому подарку. Что? Опять катсценка. Слушайте, ну мне нравится. Икшон какой творится, а? Не хватает только худо рук и чё-нибудь такого. Ну, чтобы нас реально закрутили. Вот. Чё, реально? Девять минут? Серьёзно? Я вообще шокирую. Я думаю... Ну, Дегтярёв, это ладно. Музыка с авторским рамом. Так, ребята. Вот такой вот сверхкороткий мод. Я честно, я не смотрел ни один обзор на него. Никакой не летсплей. Я думал, что он побольше будет хотя бы там 30 минут. Нет, я не говорю, что это плохо. Это своеобразная предыстория. Плюс автор говорит, что это типа его первая работа. Если это так, то она очень годная. Реально. Катсценки. Ну, мне, в общем-то, всё понравилось. И катсценки действительно располагают к себе сразу же. Как только их видишь. Я шокирован. Что ж. Друзья, как вам такая модификация? Я напомню, это предыстория к моду борьба за выживание. В этот мод я не играл. Я не знаю, что это со модификацией. Я посмотрю. Может быть. За высплею. Если там не огромный какой-то мод. На 10 частей. Может быть. Посмотрим. Фух. Хе-хе. Мда. Спасибо, друзья, за просмотр. Не забывайте оценивать это видео лайком. Не забывайте подписываться на канал, если он вам нравится. А с вами был Мануэль. Все ссылки в описании. Всего вам доброго. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok